Братья и сестры, приветствую вас сегодня, любовью Господа Иисуса Христа. Хочу вас сегодня поприветствовать христианским приветствием. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Садитесь, пожалуйста. Кто имеет Библию, пожалуйста, откройте вместе со мной, и мы прочитаем с вами Псалом 26. Псалом Давида. Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню, посещать храм Его. Ибо Он укрыл бы меня в скинии своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего, вознес бы меня на скалу. Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня, и я принес бы в его скинии жертвы словословия, стал бы петь, воспевать пред Господом. Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня, внемли мне. Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего, И я буду искать лица Твоего, Господи. Не скрой от меня лица Твоего, не отринь во гневе раба Твоего. Ты был помощником моим, не отвергни меня, не оставь меня, Боже мой, Спаситель мой. Ибо Отец мой и Мать моя оставили меня, но Господь примет меня. Научи меня, Господи, пути Твоему, Наставь меня на стезю правды ради врагов моих. Не предавай меня на произвол врагам моим, Ибо восстали меня свидетели лживые, дышат злобою. Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. Надейся на Господа, Мужайся, и да укрепляется сердце Твое, Надейся на Господа. Прежде чем мы потрогаем сегодня этот псалом, Я хочу сделать несколько замечаний по поводу написания этого псалма. Люди, которые изучают псалмы Давида, Они дали ему название. Псалом против страхов. В созвучии с этой темой, к которой пришли люди, изучающие Священное Писание, Я назвал тоже свою проповедь. Вакцина от страха. Главное слово, вокруг которого мы построим сегодня нашу беседу, Оно звучит так. Одно. И производное этого слова. Одного, одному и прочее. Главная тема, которая сокрыта сегодня в этих четырнадцати стихах, Братья и сестры, я ее озвучу, Нам никогда ничего не может повредить, Пока мы в правильных отношениях с нашим Богом. Если мы все снова с вами, с вами, в памяти озвяжим эти четырнадцать стихов, Мы очень ярко, убедительно, аргументированно видим это. Пока я льну к Господу, к правильным вещам в моей жизни, Противник ничего не сможет сделать. Мы сегодня живем в страхе. Мир, в котором мы живем, он наполнен разными страхами. Очень много есть специалистов, которые предлагают сегодня вакцину от болезни. И очень много, нужно сказать, ошибок люди делают. Сегодня, когда мы с вами открываем книгу Священного Писания, Братья и сестры, мне хочется Несколько моментов построить в своем рассуждении, Чтобы мы с вами могли пойти В свои семьи, На свои работы, В свои учебные аудитории С одним желанием, Проверив себя. Если я знаю Бога, Если я молюсь, У меня есть время для молитвы с Ним, Если я надеюсь на Него, Это три момента в нашей жизни, Которые могут оказать нам неоценимую услугу. Мы никогда не потеряемся. Никогда мир ничего не сможет сделать в моей жизни. И вот первый момент. Давид знает только единого Бога. Мы читаем первые три стиха. Господь, свет мой, Спасение мое, Господь, Кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, Кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, Противники, враги мои, Чтобы пожрать плоть мою, То они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, Не убоится сердце мое, Если восстанет на меня война, И тогда буду надеяться. Это слово несколько раз встречается в этом псалме. Интересно, что здесь сказано. Я буду спокоен. Есть еще одно слово. Вариант этого слова в другом переводе. Он говорит, что Если все это придет в мою жизнь, И тогда я буду спокоен. И еще некоторые варианты, Они говорят примерно одно и то же. Если все это придет в мою жизнь, И тогда не оставлю веру в Богу. Братья и сестры, Давид это не был человеком, Который был экзальтирован и потерял реальность. Мы с вами прочитали этих три стиха. Здесь написано, у него были враги. Лютые, злые, хищные. Я упустил, правда, еще одну вещь. Это произошло. Вот этот псалом написан был до помазания Давида на царство. Что-то уже Самуил совершил в доме Иисея, Когда возлил за столом, В котором они вкушали, Елей, Господин на голову избранника Божия. Но народ его не признавал. Он имел сильного, ловкого, хитрого, жестокого врага. Это Саула. Саул охотился за Давидом. И мы с вами прочитали о том, что их было очень много. И они были очень жестокие. Вы знаете, если сегодня посмотреть на все эти слова, Просто у нас времени не хватит. Они его злословили, они его поносили. Не было такого социального института в жизни Давида, Который бы не был против него. Десятый стих мы прочитали. Мой отец и моя мать оставили меня. Если мы прочитаем с вами еще псалмы, То Давид там тоже говорит, Я стал ненавидим для братьев своих. Я стал чужим для сынов матери моей. И на то были причины. И на то были причины. Однако мы с вами прочитали, Он провозглашает уверенность свою в Боге. Братья и сестры, почему он это делает? Он что, не видит опасности? Ему что, все равно, что с ним будет? Я думаю, Давид не был таким. У Давида был опыт, братья и сестры. Опыт, когда он на опыте узнал Бога, Что когда Бог впереди, Ничего не угрожает мне. Братья и сестры, мы с вами можем это видеть, Его глубокие отношения с Богом. И на это есть причины. Текст наш говорит об этом. Посмотрите, это личные местоимения. Бог для Него не был каким-то имманентным и далеким. Бог был для Него близким. Вот так как одежда наша близка к нашему телу, Так и Бог был близок к Нему. Посмотрите на эти слова первого стиха. Господь есть свет мой. Ни чей-то, ни понаслышке. Господь, Яхве, свет мой. Яхве, спасение мое. Яхве, крепость жизни моей. Кого же мне страшиться? Что может быть больше? Братья и сестры, когда люди оставляют Бога, Когда люди оставляют Бога, Они перестают верить Богу. Но на этом не кончается их трагизм. Они начинают верить всему. И всякой чуши, и всякой глупости. Но не Богу. Произошла подмена в жизни таких людей. Поэтому наша задача сегодня – Любить то, что любит Бог. И вот первый момент он нам помогает. Давид знал Бога на личном опыте. Несколько моментов хотел бы тронуть. А знаете ли вы Бога? Глубоко. Можете ли в моменты вашей серьезной опасности, Когда все против вас, Как у Давида. Мы читаем, Чтобы не поколебались ваши ноги. Чтобы не дрогнуло ваше сердце. Чтобы вы не потеряли равновесие В вашей христианской жизни. Как важно сегодня Это знание нам иметь. И никогда не расстаться. Потому что Бог никогда Не оставит нас одного. Никогда не бросит. Отец и мать оставили Давида. И на то были причины. Почему? Этот парнишка, молодой, Стал врагом царя. И царь объявил на него охоту. И Давид много раз говорил, Затем ты, царь, гоняешься. Не блохали я перед тобой. И ты гоняешься за мной. Но Саул решил его убить. Только потому, что он понимал, Что в нем живет чужой дух. И этого он снести не мог. Почему? Потому что он не мог теперь терпеть Того, кто выше и лучше его. Поэтому он истреблял людей, Лучших себя. И в это число попал этот человек. Попал совершенно случайно. И если бы не Господь в его жизни, Случилась бы катастрофа. Братья и сестры, Как важно нам знать Лично Бога. Не то, что мы читаем, Не то, что мы слышим от другого, От другого опыта. Лично нам нужно иметь это знание. Вам, девчата, Вам, парни. Нам, мужчины и женщины, Молодым и пожилым, Очень важно знать Бога. Писание говорит, Они не знают Бога. Да, они ходят в собрания. Как и мы иногда можем посещать собрания. Но за все время, Слыша и переживая посещение Божье, Его благодать, Его Евангелие, Мы остаемся чужими, Не своими для Бога. Поэтому дал бы Господь нам сегодня это увидеть. Второй момент, Братья и мои сестры, Он одного только просил. Давид в таком, В таких отчаянных обстоятельствах, Когда нельзя опереться на родных братьев, На отца, на мать, Когда то чаяние и желание Прославлять Господа оказалось далеко. Он должен был спасать свою жизнь. Братья и сестры, Он только об одном просит. Давайте мы прочитаем это место. Четвертый стих и ниже. Одного просил я у Господа, Того только ищу, Чтобы пребывать мне в доме Господнем, Во все дни жизни моей, Созерцать красоту Господню И посещать храм Его. Братья и сестры, Как это радикально смотрится сегодня. Ну, разве об этом нужно говорить? Надо искать умных людей, Которые бы могли как-то объясниться С Саулом, представить дело Давида, Похлопотать за него, Поговорить за него, Чтобы обстановка изменилась. Братья и сестры, Чего он ищет и чего он просит? Одного. Среди всего этого хаоса, В его жизни, В его желании угодить Богу, Братья и сестры, Он просит одного. Только ищу одного, Чтобы пребывать мне В доме Господнем Во все дни жизни моей. Вот где драгоценности его лежат. Вот почему он хотел, Он желал этого, Потому что в доме Божьем Человек может переживать Самое высокое, Что известно на земле людям. Ищите лица моего, Ищите лица моего всегда. Сердце мое говорит от себя, Ищите моего лица. И он принимает одно верное решение, И я буду искать твоего лица. Когда? Ну, когда меня вдохновение посетит. А вдохновения нет, Стало быть, и в собрание не пойду. А что там делать? Братья и сестры, У нее этого не было. К святым твоим И к дивным твоим К ним все желание мое. Я хочу быть там, Где все напоминает о Боге. А что это была? Палатка. Палатка. Скиния. Это была палатка. Но эту палатку Устроил для людей Своего народа сам Бог. Бог ее строил. И люди, которые воплощали дизайн Божий, Это были люди только исполнители. Это место, Где Бог назначал встречаться с людьми, С нами, с вами, Братья и сестры. Этим местом был селом. Селом стоял как раз в середине, В центре Израиля. И с разных сторон Нужно было идти ровно столько, Чтобы только побывать Там, где Бог живет. Братья и сестры, Но мы недавно слышали с вами проповедь, Которую говорил брат Денис. Как люди блуждали, Как люди обходили мимо селома И шли в Дан, И шли в Версавию, И клялись богами, Жив путь твой, Бог твой дан. И как от этого они падали, Болели и умирали. Братья и сестры, Место Бога, Это там, где мы можем Созерцать Его красоту. Это там, где мы можем Что-то делать для Него. Ведь вы посмотрите, У Давида все плохо. Не дай Господь, Чтобы кто-то из нас переживал То, что он переживает. Сегодня. Но посмотрите, Как он цепко держится За эти истины. Он хочет созерцать. Он говорит, Я не только хочу там жить, У меня даже есть план. Трудности ваши и мои, Они могут разбить нас, И мы потеряемся в жизни. Но у Давида так не случилось. Почему? У него зрел. Каждый день, Когда он видел своих врагов В окружении своем, Братья и сестры у него зрел. Господи, Когда я явлюсь Предлицо Твое. Он не убегал. Он не обходил. Он тосковал Об этом времени. И у него зрел план. Я когда приду, Я не буду молчать. Я буду говорить громко. Я буду петь. Я буду играть. В русской Библии не написано, В английской написано, Что я буду и петь, и играть. Братья и сестры, У него мечты есть о том, Когда он вернется туда, Предлицо Господне представ, У него есть с чем. Братья и сестры, А всегда ли мы с вами Приходим в дом С нашими планами? Всегда ли мы готовы Для того, чтобы Что-то Богу сказать? Заметьте, Давид одно просил И одного только искал, Чтобы пребывать мне В доме Господнем Во все дни жизни своей Посещать храм его И Видеть Славу его. Братья и сестры, Есть еще одна особенность Вот в этих стихах. Братья и сестры, Это еще показывает нам О том, что Давид не был Лукавым человеком. Он был искренним В своих отношениях С Богом. А вы всегда Замечаете, Когда вы делаете Что-то не так? Кто из нас замечает, Когда мы что-то Делаем неправильно? Нам иногда Могут в этом Помогать наши Товарищи, Братья и сестры, Они могут сказать Гена, Ну разве так Можно поступать В доме Божьем? Ну и если я Совестливый человек, Внимательный, Аккуратный, Я могу сказать Спасибо, сестра, Ты вовремя Мне напомнила Об этом. Скажите, А всегда ли мы Замечаем Наши проблемы? Далеко не всегда. Да? Правда? Похоже? Я тоже не всегда Вижу свои ошибки, Но иногда Мне помогают в этом. Братья и сестры, Давид, Он был в отношениях С Господом Искренним В отношениях. И об этом Священное Писание Говорит. Потому что Он, как никто Другой, Святой человек Осознавал Свою собственную Греховность. Кстати, Если мы тронули Такую щекотливую тему, А вас это беспокоит? Личное ваше Состояние Вашего состояния Пред Богом Если оно не тревожит, Я сегодня хочу напомнить, О чем Давид Просит Бога, Чтобы Бог Этого не делал В его жизни. Кстати, Ребята, Братья, Вы когда-нибудь Молились Богу Такой молитвой, Чтобы Бог Не делал того, Чего мы Заслуживаем С вами? А? А ведь бывает, А ведь бывает, Мы делаем такое, Истыдно говорить. Но не всегда Мы просим Бога Об этом, И в этом Как раз Мы сегодня Можем увидеть, А Давид Одно просит. Посмотрите, Что он просит. Он говорит, Не прячь лица Твоего, Господи, Не скрывай Себя от меня. Посмотрите, Другое Другое Слово, Это тоже глагол. Не гони прочь Раба Твоего. Дважды Мы встречаем В этом псалме Не отвергни Меня, Господи. Два раза Встречаются Господи, Не отвергни Меня. Настолько Серьезно Было состояние Его И между Ним И Его Господом. Он говорит, Не отринь Меня, Не покинь Меня, Не оставь Меня, Не предавай Меня На поругание Нечестивым Людям, Которые смотрят На меня Сейчас. Братья и сестры, В другом псалме Давид говорит, Не отними От меня Духа Твоего Святого. Это говорит о том, Что у Него Были Такие же Ошибки, Похожие На наши С вами. Я бы хотел Сегодня, Если Вы видите Бога Сегодня На Его Престоле Превознесенном И смотрите Сегодня Свое Сердце Собственное, Помолитесь Этой Молитвой. Это не стыдно Попросить У Бога Силы Для того, Чтобы Он Изменил Чашку Наших Весов, Как это Делал Давид Братья и сестры И когда Он Это исповедал Когда Он Сказал Милости Твоей А в милости Нуждается Преступный Виновный Не отними От меня И Бог Его услышал И когда Он Это все Ему Рассказал Посмотрите Сколько Много Мы Прочитали С вами Выражений Которые Он говорил Богу Не делай Этого Со мной А потом Он Начинает Молиться И открывать Своё желание Пред Богом И тут Совсем Немного Слов Братья и сестры Смотрите Как написано Здесь Он просит Научи Меня Настав Меня Вразуми Меня Братья и сестры Ему ли Который писал Псалмы Который Сочинял Музыку Который Был Для своего Народа Как светоч По которому Равнялись Люди Просить Сегодня О водительстве О научении Но Давиду Как и нам Нужен Был Свет И он Этим Светом Дорожил Он Говорит Настав Меня Выразуми Меня Научи Меня Братья и сестры В этой школе Христа Есть Ученики Которые Учатся И есть Люди Которые Никогда Не усвоили Ни одно Из упражнений В школе Духа Давид Для нас Как раз И является Примером Сегодня В том Чтобы мы Могли Молиться О том Чтобы Бог Помогал нам Выполнять Его волю Если мы Не будем Творить Его волю В нашей Жизни В нашем Доме В нашем Служении На местах Нашей работы И учебы Братья и сестры Наше христианство Оно Ложное Христианство О чем Молились Апостолы Когда они Видели Посещение И работу Духа Божия Как Господь Прилагал Спасаемых Церкви Написано Мы день и ночь Молимся Пред Богом Чтобы Бог Удостоил Вас Быть Исполнителями Воли Божьей Благой Угодной И совершенной Это нам Так Нужно Братья и сестры Четвертое Что Нужно Было Сегодня В этом Мы с вами Читаем 14 стих Здесь Написано Так Надейся На Господа Мужайся Да Укрепляется Сердце Твое Надейся На Господа Братья и сестры Говорят Надежда Она умирает Последней Бог же Всякой Надежды Замечаете Насколько Бог Открывает Нам Пути К своим Кладовым И вот Давид Заканчивает Он говорит Одно У меня Решение Сегодня В свете Того Что я Тебе Высказал И здесь Встречается Это выражение Надейся На Господа Дважды Братья и сестры Это очень Важно В нашей Жизни Ценить То Что Бог Предлагает Мы Люди Надежды Бог Нам Подарил Эту Надежду И Эта Надежда Она Нас Вводит Во внутреннейшее Завесу Куда Первым Вошел Ради нас Иисус Христос Чтобы предстать Пред лицо Божие За нас С вами Это наша Надежда И вот здесь В этих Отчаянных Обстоятельствах Жизни Давид Принимает Это решение Одно Решение Надейся На Господа Надейся На Господа Дважды А потом Он говорит Тебе нужно Мужество Тебе нужно Возмужать А потом Написано И да Укрепится Сердце Твое Братья и сестры Слабое Сердце Слабое Сердце Отца Слабое Сердце Матери Слабое Сердце Служителя Свидетеля Пророка Господня Это Бич Сегодня Нам Нужно Быть Укрепленным Сердцем Без Бога Мы не можем Это И Давид Нам сегодня Показывает Уроки Примера Он говорит О том Что сегодня Есть вакцина От страха От безнадежности От гибели Это когда Мы выбираем То что Нравится И то Что любит Бог Дорогие мои Мы сейчас Закончим Наше собрание И я бы хотел Чтобы это Одно Сегодня Оно легло В наше сердце Оно пропитало Нашу душу Одним желанием Угодить Богу И выполнить Своё Предназначение Да поможет нам Господь Да напомнит Он нам Эти слова Сегодня Духом Святым К славе своей Потому что Время В которое мы живём Это очень Ответственное время Это очень Лукавое время Но Когда мы знаем Бога Когда мы Ищем Его лицо Когда мы Ожидаем Его Мы Никогда Не проиграем Благослови Нас Господь Аминь Помолимся Богу Субтитры Субтитры